Представитель белого дома Франклин Предполагается, что Echo Night будет отличаться от игр подобного жанра Фирма BlueBite на днях объявила список своих игр на 98-й год Начинается он с Incubations the Wildness Missions, выходящий в апрель GameNet and Match, теннисный симулятор, выйдет 17 мая О нем нам пока ничего не известно Settlers 3 появится в четвертом квартале, как и ожидалось А онлайновая стратегия Shadow Pack выйдет в самом конце года Компания Westwood сообщила о том, что Doom 2000 должна появиться совсем скоро Согласно сайту Next Generation Online 15 мая CNC2 Tiberium Sun выйдет в октябре Широко известный Lands of War только теперь с цифрой 3 в названии, скорее всего, в начале ноября 31 марта StarCraft поступил в продажу Уверенная в своем успехе Бизарт распространила 600 тысяч экземпляров игры по магазинам Северной Америки Первоначальный тираж 1 миллион копий является самым крупным за всю историю существования фирмы Компания Стригод Anya «Нагид» 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжала набирать обороты. Самым главным для обеих сторон было вырваться в космос. И вот американцы со своей передовой технологией кое-как добираются до Луны, высаживаются, организуют временный лагерь. И вдруг обнаруживают, как бы вы думали, кого. О, нет, не инопланетян. Это было бы слишком банально. Они обнаруживают совершеннейшую в технологическом смысле военную базу СССР. Добро пожаловать на Луну, командир. Я буду справлять вас через тренировку комбат-тренировки. Американцам, конечно, это не понравилось. Вернее, база-то им очень даже пришлась по вкусу. А раздражало их присутствие коммунистов там. И вот тогда они, американцы, задаются вполне логичным в данной ситуации вопросом. А какого черта? И вот именно здесь начинается игрушка под названием Battlezone. Стратегия в перемешку с 3D-стрелялкой. Суть в том, что на все происходящее мы смотрим не с птичьего полета, а прямо с земли. И очень часто при этом находимся прямо в центре происходящего. При этом вспоминаются навыки, полученные при прохождении Quake и стратегии. Такое действие и положение дел накладывают некоторые отпечатки на происходящее побоище. В следствии ограниченности вашего обзора, глобальные битвы сводятся к стычкам считанных танков. Но зато эти танки не разлетаются после нескольких попаданий. И дуэль может показаться гораздо интереснее, нежели поход стенки на стенку. Опа! Каждое сражение — это маленький локальный конфликт за территорию, головы противника или базу. Да, на этот раз боевыми единицами управляют настоящие пилоты, которые после уничтожения своего средства передвижения катапультируются, если успевают. Управлять ими, вернее отдавать приказы, нужно каждому персонально. Это не так сложно. Их количество обычно не переваливает десятка. Приказов несколько. Иди туда, иди за мной. Или атакуй! Все просто. Чтобы отдать команду, вовсе не обязательно знать, где находится юнит. Скажешь — сделает, если будет в состоянии. Наше главнокомандующее высочество может передвигаться по лунной поверхности двумя способами. На своих двоих — это, если хочется, быстрой смерти. Или в специальном транспортном средстве. Этих самых средств четыре вида. Лёгкий, средний, чуть больше среднего, но меньше большего, и большой. Всего будет доступно около 30 видов юнитов, каждым из которых можно управлять. Производитель и издатель — Activision. Системные требования. Windows 95, 16 мегабайт RAM, Pentium 90, Sound Blaster, 4-скоростной FID-ROM, мышь или джойстик, поддержка 3DFX, необходим DirectX 5.0. Продолжение следует... Продолжение следует...